Здравствуйте! В эфире законодатели. О главных событиях парламентской жизни за минувший месяц вам расскажу я, Ольга Панова. На днях Государственный совет Чувашии вновь попросил у федеральной власти защиты для сельхозтоваропроизводителей. Вновь потому, что Аграрный комитет свои обращения в адрес председателя правительства страны и спикера Госдумы направляет не впервые. И нужно отметить, не безрезультатно. Аграрный комитет Минусом субсидии, которые поступают с федерального и с местного бюджета. То есть, например, если коммерческий кредит составляет порядка 14%, минусом субсидии остается только разница. Ну, не знаю, там 2-3, может 4%. Вот сельхозтоваропроизводитель уплачивает только вот эту разницу. И это, естественно, ему будет намного легче отвести финансово-хозяйственную деятельность. А в данном случае получается сейчас какая система? Уплачивается процентная ставка в полном объеме. И потом, значит, сельхозтоваропроизводитель ждет вот это возмещение. А на это проходит, значит, не только месяц, чуть ли там, бывает, что почти что года там, да. А это, значит, отличение финансовых ресурсов, это отличение, значит, денег, которые необходимы, нужны непосредственно именно в нужное время, скажем так, сельхозтоваропроизводителю. Когда мы тогда выходили с такой инициативой, значит, министерство России нас не поддержало. Они сослались тогда, значит, на бюджетные правила, что бюджетные правила не позволяют в данном случае работать по такой схеме, которую мы предложили. Но прошло какое-то время, теперь Государственная, значит, Дума, значит, выходит такой инициативой, и этот проект, значит, будет, говорят нам, поддержан. Это очень замечательно, я думаю, что, значит, очень хороший подспорь для сельхозтоваропроизводителя и для развития, значит, вообще, и для привлечения инвестиционных кредитов. В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий изменения механизма доведения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам сельскохозяйственных товаропроизводителей. После принятия документа аграрий будет выплачивать банку только основной долг плюс часть процентной ставки. Компенсация же оставшейся доли кредитной ставки будет перечисляться не на счет сельхозтоваропроизводителя, как это происходит сейчас и зачастую с задержкой в 6-8 месяцев, а прямиком на расчетный счет банка. Таким образом, аграриям не придется отвлекать собственные оборотные средства, необходимые для развития производства, а затем ждать их возмещения из бюджета. Однако при всей позитивности таких нововведений есть в документе деталь, которая беспокоит чувашских парламентариев. Новый порядок компенсации планируется распространить лишь на кредитные договоры, заключенные с 2015 года. Это значит, что крестьяне, уже выплачивающие банковские займы, будут делать это по старой схеме. Инициатива парламента Чувашии как раз и заключается в том, чтобы снять ограничительную оговорку в законопроекте и распространить его действия на все кредитные договоры сельскохозяйственных товаропроизводителей за любой период. Вот как это выглядит в реальных цифрах. В 2015 году по договорам займов, заключенным в период до 1 января 2015 года, дружники села Чувашии заплатят проценты за пользование кредитами в сумме 2 миллиарда 100 миллионов рублей. Миллиард 200 из них подлежат компенсации из бюджета. Это означает, что в случае, если предусмотренный проектом федерального закона механизм доведения субсидий будет распространяться на все кредитные договоры, независимо от даты их заключения, миллиард 200 тысяч республиканские аграрии смогут направить на развитие собственного сельхозпроизводства. Пикантной деталью последней парламентской сессии стал массовый исход представителей трех парламентских фракций из зала заседания. Причиной стало несоответствие позиций депутатов относительно процедуры голосования. Одни считают, что все голосования в парламенте должны быть поименными, другие предложили сконцентрировать внимание на решении конкретных проблем, а не тратить силы эмоции на процедурные формальности. Это рабочий момент. К сожалению, это не лучшее, что должно быть в нашей работе. Как правило, когда не хватает аргументов, на передний план выходят эмоции. Лучший вариант, об этом многие наши коллеги говорят, все эти споры, все эти рабочие моменты непосредственно должны проходить на площадках комитетов. Именно там мы должны обсуждать, договариваться. Но, к сожалению, есть моменты, очевидцами которых вы являетесь. А говорить о том, что голосовать тайно или не тайно, я считаю, что это, наверное, в определенной степени уловка наших политических оппонентов в плане для того, чтобы по каким-то интригующим вопросам уже распечатывать средства массовой информации на то, как тот или иной депутат голосовал на очередном заседании Государственного совета Чувашской республики. Я считаю, это не сама цель. Задача есть глобальная. Исполнять задачи, которые перед нами ставят чувашский народ. Тема готовности к холодам и зимовке вообще на стыке сентября и октября была в республике едва ли не самой актуальной. Где-то в связи с первым кипятком в батареях актуальность вопроса спала, а где-то люди продолжают чувствовать себя как на осадном положении. Речь о Шумерле. Топят как на Украине во время бомбежки. Сколько градусов было? У меня было 14 градусов вообще. У нас 14 на кухне, 16 в папиной комнате, а в нашем обогревателье так у нас 20-18. Ну, надо обогревать в день и ночь. Потому что тут тепла нет. Потому что и тем более дом не подготовлен к отопительному сезону. Паспорт готовности. Он сделал, видать, формально. Это руководитель управляющей компании Аферкин. Вчера только застекли вот эти вот места, подвальные окна. Вчера только перед вашей комиссией. Только вчера застекли. В городе прохладно. Детские сады, школы, больницы сидят на едва теплых батареях. Горожане обложились масляными радиаторами и ватными одеялами. Местная власть этот факт признает. Однако разводит руками. Сами не справимся. Город Шумерли 10 лет назад был самодостаточным, гордым. Уверенно стоял на ногах. То, что произошло за 10 лет, прошлое ворошить не будем. Но оттолкнуться от чего-то нам необходимо. Брать кредит на сегодняшний день город не может. Потому что состояние финансовой дисциплины, оно хуже не бывает. Критичные ситуации сегодня. Катастрофа в городе Шумерли. Исполнительными листами перекрыты счета. Мы не ведем финансовую деятельность. Мы не можем перечислить за объекты, построенные в городе по программе переселения. Парламентарии в столь широком составе посетили Шумерли впервые. Проблема действительно грозит перейти в масштабы чрезвычайной ситуации. Сегодня город должен поставщику газа 95 миллионов рублей. И фактически находится на грани полного замерзания. Главный вопрос народных избранников – как удалось накопить такие долги? Выход в город многое ставит на свои места. Износ котельных уже перевалил за 80%. Теплотрассы находятся в плачевном состоянии. Они старые и слишком длинные. Большая часть труб не заизолирована и греет уличный воздух. Естественно, до потребителя кипяток доходит чуть теплым. Нет, ну такого не должно никак быть. Никак не должно быть. Если такое будет продолжаться, то мы не только 100 миллионов в год будем давать. Никаким. Конечно, конечно. Сегодня, если вот по объему потреблений посмотреть, который мы поставляем в пределах 75 тысяч километров газа в сутки в город Шумель, это вполне хватает. Если теплотрассы приведены в нормативные положения, это при температуре 30 градусов мороза можно отапливать в город Шумель. Вот вы делаете выводы, какие потери города Шумель на теплотрассах. Объем потери газа – это не прямая наша работа. И вообще не наша обязанность – это посмотреть теплотрассы. У нас есть и паспорт готовности, который подписывается муниципальными образованиями и должностными листами. Мы обязаны поставлять газ. Естественно, мы это делаем сегодня. Но здесь вынуждены этого делать, потому что мы даже при таких неплатежах, еще плюс, мы теряем деньги для того, чтобы обогревать воздух. Сегодня Шумерля для расплаты с долгами за газ готова пустить с молотка муниципальное имущество. Горожане продолжают исправно платить за услуги, которые не получают в полном объеме. А ситуация грозит окончательно выйти из-под контроля. Газовики успокаивают – совсем без газа город не оставим. Однако тут же подчеркивают – вдоволь голубого топлива уже не будет. Почему-то в силу обстоятельств каких-то, не совсем понятных мне на сегодняшний день, город Шумерля оказался в таком плачевном финансовом положении. Это происходит на протяжении последних многих-многих лет. Главы меняются, ситуация здесь не изменяется в лучшую сторону в городе Шумерля. Поэтому самый главный здесь вопрос – это, как я уже говорил, человеческий фактор. На сегодняшний день, если взять по большому счету, получается так, по моему глубокому убеждению. Не получается почему? Потому что этого кто-то не хочет. Есть вопрос в этом. Конкретно, четко, ясно. Главы приходят сюда, муниципального образования, ничего не меняется, потому что они цели ставят, наверное, совершенно другие, чем должна ставить обстановка. Вот четко и ясно, понятно. Люди здесь, которые живут в городе Шумерля, замечательные люди, очень добросовестные, очень ответственные. За свои лично-коммунальные услуги они платят исправно. Значит, ничуть не хуже, чем в других городах. Здесь же, в Шумерле, ситуация совершенно иная. Она ничуть не хуже, чем в других городах Чувашской республики или во всех регионах Российской Федерации. Город не такой старый, есть города намного старше, чем город Шумерля, но такого плачевного положения нет. Значит, поэтому исполнительной власти республиканской нужно обратить на это самое пристальное внимание, разработать конкретную программу выхода из финансового кризиса города Шумерля. Конечно, мы очень много обсуждали теоретически, много было разговоров. Много было разговоров со стороны технарей, это коммунальщики, кто занимается котельными, кто доставляет тепло по теплотрассам. Вырисовывается одна картина в итоге, дайте нам денег, еще 500-600 миллионов, тогда мы все справимся. Я скажу, вот это не совсем так. Мы прошлись по городу, я, к сожалению, по кварталам первый раз хожу, я поражен вообще увиденным, почти 20% теплотрасс голые. И что мы собираемся тут делать, это вообще непонятно. Погащат долги, как в прошлом году погасили, они уйдут в воздух, они улетят у нас в наши денежки, бюджетные республиканские деньги, потому что не дойдут до наших потребителей. Жалко мне людей, кто проживает в городе Шумерля, в данной ситуации. Они оказались заложниками. Такой долг на работу в течение года, это почти 100 миллионов, считайте, это ужасная картина, ужасная картина. Плюс еще 33 миллиона, а они должны электрикам, энергетикам. Конечно, я там высказался, тезисно, что нужно делать. Надо перевести город Шумерля подручное управление. Без этого тут нельзя справиться. Свои видения, был бы я, допустим, руководителем муниципалитета, я там обозначил. Во-первых, надо определиться с планами, что будем делать дальше. Надо определиться домами, где можно перевести под индивидуальное отопление. Надо переводить в срочном порядке. Надо определять эти дома, надо разговаривать с людьми, потому что в любом случае доля участия в этом деле, в этом деле жителей, безусловно, будет. И без этого мы этим занимались, мы это видели, без них не получится. Конечно, муниципалитет должен подвести газопровод к домам, остальная работа должна быть проделана большей части за счет жителей. Но потом, в итоге, эта работа, она оправдается в разы. За полтора-два года то, что они вложили эти деньги на индивидуальное отопление, оправдается, они окупятся. Но другое, тоже как бы я обозначил, надо каждый день, каждый день с утра работать именно деньгами. Движение денег надо взять под контроль, каждый рубль и каждый день. Надо расписать, чтобы докладывали руководители управляющих компаний, главе подходили, говорили, вот столько собрали вчера, вот столько денег у нас есть. И глава должен указать, куда должны эти деньги идти. Иначе мы опять потеряем очень много денег, которые прокуратура ищет. Другой момент, конечно, надо искать и спонсоров. Есть аналоги, есть практика. Люди могут прийти, если, допустим, власть предсказуема в дальнейших действиях, они готовы поставить свои котения, продавать тепло. И сферам, значит, образовательным учреждениям, садикам, тоже время и населению. Потому что я скажу, что по платежам население неплохо, значит, рассчитывается. Я был в прошлом году на информде, мне цифра удивила. 97% – это очень большой процент собираемости денег от граждан. В итоге долг у них всего, я посмотрел, по одной управляющей компании, проделал 5 миллионов. Это совсем мало, это мизерно. И разрабатывают проекты на мини-котельные, отходить от таких квартальных больших, от этих теплотрасс, и пошагово надо идти вперед. Иначе те деньги, которые придут на обогащение долга, они уйдут никуда. Опять мы придем через год в такой же картине. В эти дни в парламенте идет активная, насыщенная работа над проектом республиканского бюджета на предстоящее трехлетие. Согласно процедуре принятия этого солидного документа, в ближайшие дни бюджет республики будет не раз презентоваться в самых разных аудиториях. О том, как складывается казначуаши, какие направления расходов в приоритете и многом другом бюджетном, я, Ольга Панова, расскажу в следующем выпуске программы «Законодатели» в ноябре. Не пропустите! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова